В Нижней палате Конгресса США в среду сессия открылась с молитвы. Депутаты высказали слова поддержки семьям пострадавших в результате стрельбы в предместе Вашингтона. По меньшей мере, четыре человека были ранены после того, как рано утром в среду мужчина начал стрелять по конгрессменам и их помощникам на бейсбольном поле на берегу реки Потомок. Они как раз завершали тренировку перед благотворительным матчем. Среди пострадавших оказался третий по рангу республиканец в Конгрессе Стив Скалис. Также ранения получили помощник конгрессмена и два офицера полиции. «Мы вместе. Мы едины в нашем потрясении. Мы едины в нашей боли. Нападение на любого из нас – это нападение на нас всех». «Сейчас вы услышите то, чего никогда от меня не слышали. Я согласна с господином спикером. Это была прекрасная речь. Спасибо, господин спикер, за ваши искренние слова». По предварительным данным, стрельбу открыл житель Венойса 66-летний Джеймс Ходжкинсон. Он был ранен полицией и скоро скончался. Он, как предполагается, был противником Дональда Трампа. В прошлом работал в предвыборном штабе кандидата от демократов Берни Сандерса. Стрельбу мужчина открыл в день рождения американского президента. Между тем, в тот день произошла стрельба и в Сан-Франциско. В центре обслуживания клиентов почтовой службы ЮПС по людям начал стрелять мужчина в униформе компании. Четыре человека, включая нападавшего, погибли. В полиции сообщили, что атаковавший застрелился. «Это ужасная трагедия. Стрельба окажет негативное влияние на город и на ЮПС. Сейчас мы организовываем центры помощи для сотрудников ЮПС и их семей». При этом полицейские отмечают, что инцидент в Сан-Франциско, скорее всего, не был связан с терроризмом.